здравствуйте дорогие друзья мы рады приветствовать вас на производственной площадке компании рост поликрафт за моей спиной вы видите технологическую линию по производству полимер песчаных изделий но сначала короткий комментарий наверное для тех кто с этим вопросом не знаком и не был на нашем канале не видел предыдущие ролики я кратенько поясню что представляет из себя полимер песчаная технология это метод переработки отходов пластика причем отходами могут быть как промышленные отходы пластмасс так и бытовые отходы пластмасс которые образуются в ежедневной жизни метод переработки путем смешивания этих отходов с каким-то твердым инертным мелкофракционным наполнителем но чаще всего в роли такого наполнителя выступает песок природный песок хотя есть масса альтернатив и наша компания разрабатывает композиты на основе но этих альтернативных вариантов это может быть дробленое стекло это могут быть отсевы горных пород измельченный фаянс измельченный строительный мусор текстолит стеклопластик на самом деле вариантов очень и очень много благодаря этой технологии мы можем производить очень широкий спектр изделий полезных для разных отраслей это могут быть продукты для благоустройства территорий строительные материалы какие-то специальные отраслевые детали элементы дорожной инфраструктуры железнодорожной инфраструктуры на самом деле масса десятки если не сотни наименования изделий и наша компания занимается проектированием комплексных линий для выпуска всей этой продукции что у нас сегодня происходит мы проводим предотгрузочную инспекцию технологической линии это оборудование вскоре будет отгружаться нашему заказчику и давайте мы сжато тезисно поговорим о том что входит в состав этой технологической линии и может быть выясним какие-то особенности конструктивные технологические эксплуатационные и немножко больше будем понимать о принципе действия этого оборудования и о том продукте который можно получить здесь мы с вами видим универсальный смеситель который предназначен для получения смеси изначальной исходной смеси материалов полимера и песка в нашем данном случае небольшую оговорку я сразу сделаю мы в данном случае не видим измельчителя для полимерных отходов потому что у нашего заказчика просто есть такие установки и конкретно в этом случае мы не поставляем дробилку но в принципе если начинать от начала технологического процесса мы бы с вами могли увидеть какой-то измельчитель для пластмасс здесь в данном случае у нас его нет и сюда на площадку мы привезли уже заранее подготовленное полимерное сырье сегодня мы планируем работать на материале полученным из измельченной полиэтиленовой пленки это полиэтилен высокого давления вот здесь бикбеге у нас уже заранее подготовленный материал это измельченная пленка фракция этой пленки полученная фракция 5 8 миллиметров в таком виде она идеально подходит для нашей технологии все исходные виды пластиков мы разделяем по типу и соответственно они и хранятся разделенными по типу рекомендуем своим заказчикам точно также сортировать материалы хранить их по типу пластмасс по цветности разделенными и подготовленными для дальнейшей работы уже в конкретном дикбеге собственно понятно что вторым компонентом в нашем замесе будет являться природный песок он составляет большую часть замеса и соответственно формирует больший объем получаемой массы в данном случае это обычный карьерный песок никаких специальных требований к нему не предъявляется это коротко о тех материалах которые мы сегодня будем использовать будет также применяться краситель это железоокислый пигмент посмотрите можно по сыпучести материала примерно представлять степень его влажности мы всегда понимаем что допустимая степень влажности песка порядка 10-12 процентов перед нами первый агрегат в нашей технологической цепочки на сегодняшний день это универсальный смеситель на нем мы будем получать примикс это первичный замес измельченного полимера песка и красителя конкретно этот агрегат это модель смесителя с у полтора один с половиной почему потому что емкость бункера составляет полтора кубических метра такой агрегат нам позволяет получить замес материала массой порядка 400 450 килограммов всего за пять минут работы мы всегда рекомендуем нашим заказчикам в работе пользоваться такими смесителями потому что они существенно экономят время оператора и подготовив большой объем примикса работник может не отвлекаться на осуществление замесов он может иметь объем материала пригодный для двух-трех часов работы на экструдере отличительной особенностью конкретно данной модели является то что смеситель оснащен системой весового контроля то есть если посмотреть на стойки агрегата можно увидеть что имеются тензодатчики проще говоря смеситель сам показывает объем загрузки бункера и оператор может поочередно дозированно загружать в определенной пропорции материалы то есть к примеру сначала был загружен полимер определенного объема определенной массы дальше вторым второй очереди был загружен песок тоже определенной массы дозирование этих элементов осуществляется прямо в бункере этого смесителя и степень загрузки показывает нам электронное табло это большое преимущество в работе потому что можно не пользоваться какими-то внешними вынесенными наружу весами это действительно большое удобство в работе еще один комментарий относительно конструкции этого смесителя на площадке нашего заказчика над смесителем будет смонтирована так называемая станция растаривания она будет из себя представлять площадку на которой будет установлен биг-бэк с измельченным полимером с одной стороны биг-бэк с песком с другой стороны вот эти приемные патрубки предназначены для того чтобы загружать в них горловины биг-бэков внутри они оснащены шибером и работник будет подходить открывать дверцу определенный объем материала будет сыпаться внутрь бункера нашего смесителя смеситель будет показывать сколько именно материала попало в бочку назовем его так потом эта операция будет повторяться в отношении второго материала в отношении второго биг-бэка буквально в течение четырех-пяти минут наш смеситель выдаст нам готовый примикс это материал равномерно промешанный который будет обеспечивать плавность в дальнейшем работы плавильного агрегата это установка которой мы перейдем дальше после получения примикса работник будет выгружать его на конвейерную ленту в данном случае подача готового материала в плавильно нагревательный аппарат осуществляется механизированным способом конечно такая механизация обеспечивает удобство в работе она обеспечивает чистоту рабочего пространства она освобождает работника от необходимости выполнять какие-то ручные процедуры он не загружает материал лопатой или ведром не тратит свои силы механизация это тот элемент который мы также своим заказчикам всегда советуем материал будет поступать по ленте с переборками соответственно дозировано будет загружаться в плавильно нагревательный аппарат скорость подачи в данном случае также регулируется с помощью частотного преобразователя то есть мы каждый раз можем подстраиваться под скорость протекания технологического процесса в данном случае регулировать скорость подачи лент соответственно более интенсивно или замедленнее подпитывать наш основной агрегат в технологической цепочке как я уже сказал основным пожалуй основным агрегатом в нашей линии является плавильно нагревательный аппарат ну проще выражаясь это сердце линии это основной узел в котором готовится формовочная масса сухой примикс который по сути представляет из себя не связанный пока еще частицы наполнителя и частицы связующего пластика в данной машине в данной установке превращается в единую однородную формовочную массу готовую по всему своему объему здесь мы видим двух шнек вы и плавильно-нагревательный аппарат его маркировка 1 apn 2 400 и мы с гордостью можем утверждать что это уникальное предложение нашей компании такие плавильно-нагревательные аппараты не представлены на рынке ни одним из производителей которые также пытаются выпускать аналогичное оборудование эта установка имеет международный патент и действительно она предоставляет нашим заказчикам ряд уникальных возможностей в силу особенностей своей конструкции а именно в силу наличия двух шнеков в плавильной камере мы можем перерабатывать крайне сложные материалы сложные с точки зрения переработки в обычных условиях то есть мы можем работать с весьма загрязненным полимерным сырьем который к примеру было взято с поверхности полигона твердых бытовых отходов которые содержат в себе большое количество влаги каких-то органических включений или же мы можем перерабатывать материалы чистые но такие как свойства которых физико-химические свойства которых крайне затрудняют процесс их расплава и экструзии к примеру какие-то тугоплавки пластики или смесь разнородных пластиков неразделимая смесь разнородных пластиков это могут быть композиты на основе очень плотных наполнителей например дробленого фаянса дробленого стекла композита на основе пластика и резиновой крошки эта установка позволяет с высокой степенью эффективности и плавности перерабатывать такие материалы и обеспечивает безступенчатый постоянный выход материала кроме того конкретно этот агрегат оснащен системой дегазации которая также служит для обеспечения более плавной работы она отводит все возникающие в процессе плавления полимера газа паровые объемы газа паровые массы соответственно на их отводит в систему вентиляции или фильтрации но это надо смотреть по месту на конкретном производстве этот агрегат имеет пять зон нагрева что дает нам возможность очень четко подстраиваться под работу с конкретно взятым сырьем мы можем работать на тугоплавких пластиках на ликоплавких пластиках на смеси разных пластиков каждая зона нагрева имеет свой индивидуально свои индивидуальные настройки соответственно площадь прогрева у нас увеличена по сравнению со стандартными агрегатами плавильно нагревательными материал попадая в загрузочную горловину нашего аппарата проходит несколько зон нагрева на первой стадии происходит осушение удаление какой-то остаточной влаги к центру рабочей камеры полимерное связующее начинает расплавляться и тем самым обволакивать частицы наполнителя она начинает как бы склеивать все частицы нашего песка или какого-то другого аналогичного материала и к выходу из аппарата материал превращается уже в неразделимую однородную правильно прогретую массу которую работник снимает взвешивает дозированно порционно и формует уже дальше в пресс-форме ну а теперь давайте мы перейдем наверное к финальному узлу нашей производственной цепочки это узел формовки это узел прессования материала здесь перед нами мы видим гидравлический пресс красавец этот пресс серии d2432 номинальным усилием давления 160 тонн сил он представляет из себя очень мощную надежную рамную конструкцию которая очень хорошо держит усилие давление которое абсолютно защищает нашу прессовую установку от каких-то скручивающих моментов то есть вот эта монолитная рамная конструкция она спроектирована таким образом что она обеспечивает очень большую жесткость и сопротивляемость конструкции к большим развиваемым давлением мы видим что пресс оснащен основным гидроцилиндром плонжерного типа также под рабочим столом пресса имеется вспомогательный цилиндр служащий для привода выталкивателя для выталкивания изделий из нашей пресс-формы наш пресс работает в полуавтоматическом режиме это означает что оператор нажав две кнопки которые запускают движение ползуна или верхней плиты пресса может отвлечься на другую работу он может снимать материал из плавильного агрегата взвешивать его то есть готовить порцию для следующего цикла формовки он может например складировать уже готовую продукцию на поддоне то есть отвлекаться на какие-то другие операции в то время как пресс самостоятельно выполняет цикл формовки он самостоятельно смыкает пресс-форму он самостоятельно отсчитывает время выдержки он самостоятельно раскрывается и выталкивает изделие из пресс-формы наружу вот что нам дает полуавтоматический режим работы конечно предлагаю такие пресса с таким усилием давления мы обеспечиваем возможность формовки самых разных изделий сложной конфигурации с тонкими стенками с какими-то переборками большое усилие давления всегда дает возможность работать со сложными материалами не эластичными сопротивляющимися формовки и конечно для нас для нашей компании рост поликрафт это аксиома пресс должен быть для ответственных сложных задач максимально максимально адекватно подобран по усилию давления и конечно должен иметь запас по силе давления друзья мы видим что на нашем прессе установлена пресс-форма это в конкретном данном случае двухместная пресс-форма для производства тротуарной плитки мы выполняем наши пресс-формы из легированных сталей с обязательной термообработкой всех рабочих поверхностей это тоже очень важно понимать нашим клиентам поскольку предложение по пресс-формам существует много но выбирать надо те которые гарантируют долгий срок службы вашей формы обратите внимание что пресс-форма оснащена системой водяного охлаждения как пуансон формы так и матрица пресс-формы оснащены специальными каналами по которым циркулирует холодная вода и тем самым осуществляет теплосъем горячей массы ведь в нашу пресс-форму формовочный материал попадает температурой в среднем 190 200 градусов но во время формовки нам надо добиться максимальной кристаллизации материала максимальной придать ему максимальную плотность это делается не только за счет усилий давления но и одновременного охлаждения поэтому мы проектируем наши пресс-формы с учетом максимально эффективной системы максимально эффективной системы циркуляции воды и охлаждения материала это дает такой эффект что мы можем нашу продукцию в данном случае тротуарную плитку формовать в течение буквально 30 секунд но вот здесь у нас двухместная пресс-форма то есть площадь формовки немножко побольше но две плитки мы можем отформовать буквально за 45 50 секунд в то время как если бы мы взяли другую пресс-форму без системы охлаждения мы были бы вынуждены выдерживать материал в течение четырех-пяти минут для того чтобы он набрал достаточную прочность конечно грамотно спроектированная система охлаждения обеспечивает высокую производительность вашему производству уважаемые друзья мы сейчас вкратце рассказали основные принципы устройства нашей технологической линии спасибо вам за просмотр этого материала мы надеемся что вы и в дальнейшем будете изучать наши ролики мы будем стараться готовить для вас много полезной информации следите пожалуйста за нашим каналом в youtube и социальных сетях мы будем выкладывать много интересной и полезной информации нам действительно есть что рассказать потому что мы на рынке полимер песчаного производства и проектирование оборудования для этого производства уже с 2002 года у нас гигантский опыт поверьте что нам есть что вам показать пока всех благ